Дорогие друзья, всем большой привет! В этом видео еще несколько роз. Это розы необычной окраски. Оттенки кофейные, золотистые, коричневые. Розы с коричневыми цветками не так часто встречаются в наших садах, не особо распространены, но в последнее время все больше набирают популярность. И первая розочка Honey Dijon это как раз одна из таких необычных роз. Цветки крупные в полном распуске, около 12 сантиметров, махровые, могут показывать серединку. Серединка золотистая, может со временем становиться более темной. В начале распуска цвет золотисто-коричневый, со временем меняется до неузнаваемости. И в зависимости от погодных условий, она может быть и кофейной, и коричневой, и более светлая, и золотистая. Это роза у меня первогодка, посадка, осень. Перезимовала довольно хорошо, без какой-либо весенней обрезки. Сохранила все побеги. И это первое летоцветение. Даже уже в первый год это куст сантиметров 80 и в ширину сантиметров 50. Побеги жесткие, прочные, куст не разваливается. Стойкость цветка даже для первого года отличная. Около недели. Дождем сорт не портится. В этом году она мне ничем не болела. Эта роза хороша на всех стадиях распуска. Даже оцветающие цветки смотрятся очень необычно и красиво. И одновременно можно на кусте видеть и золотистый оттенок, и кофе с молоком, и более темный кофейный оттенок, и коричневые цветы, и более светлые, практически до лимонных оттенков. Еще одна роза, еще один сорт, это кака лока, тоже американская селекция 2010 года. Очень популярный, известный сорт. Очень уникальная для флорибунды окраска цвета. Присутствует кофе с молоком, который меняется и становится лавандовой при отцветании. А уже более поздний цветок снова меняется и приобретает небольшие оттенки шоколада. Цветки крупные, в полном распуске, около 12 сантиметров, появляются всегда в больших кистях. На каждой побеге может насчитываться до 10 роз. Даже при таком цветении цветочек не мельчает. Цветок густомахровый, розы не показывает серединку. Аромат у этого сорта превосходный, один из самых моих любимых. Побеги им довольно прочные, куст не сильно разваливается. Умеренное количество шипов, красивая листва, сорт здоровый. У меня ни разу ничем не болел. Показывает прекрасные зимовки, сохраняя все свои побеги. Перезимовал уже несколько зим. Стойкость цветка хорошая, на прямом солнце, на жаре держится более 10 дней. Прохладное время подольше, дождем сорт не портится. Лепесток плотный, показывает хорошие характеристики. Еще одна роза, это мако-роза. Тоже относится к группе Флорибунда, 2014 год, английской селекции. В начале распуска цветы кофейно-коричневого оттенка, выгорают до более светлых. Выгорают не так быстро. Цветы крупные, в полном распуске, до 10-11 см. Цветок густомахровый, серединку не показывает. Цветы чешевидной формы, аромат присутствует, но слабый, если сравнить с коколока. Куст компактный, у меня высоту около метра, в ширину сантиметров 70. Цветы появляются всегда в соцветиях. 5-7 розочек на одном побеге. Цветет волнами, между волнами есть небольшой перерыв, около 1 недели. Стойкость цветка довольно хорошая, на прямом солнце, на жаре держится около 10 дней. Дождем сорт не портится. Роза ни разу у меня ничем не болела. И зимует прекрасно, сохраняя все свои побеги. Листва красивая, темно-зеленая, глянцевая, устойчивая к заболеваниям. Листок довольно крупный. Побеги жесткие, прочные, не разваливаются. Очень необычная роза. Интересного окраса, бежевые цветы, с новым сливочно-кофейным оттенком. Присутствуют даже карамельные ноты. Еще одна роза это Вентал Деор. Она относится к группе японских роз. В переводе означает золотой веер. Оттенки коричнево-золотистые. На прямом солнце могут выгорать до более светлых. Цветок махровый. Показывает серединку. Серединка золотистая в начале распуска. В полном распуске цветок. Около 10-11 см. Цветы появляются обычно в большом количестве. Со цветиями. На каждой побеге может насчитываться. До 10-15 роз. Распускаются они поочередно. Цветет роза довольно долго. Стойкость цветка хорошая. На прямом солнце на жаре держится около недели. Прохладное время подольше. Дождем сорт абсолютно никак не портится. Этот сорт, эта роза у меня прекрасно зимует. Уже несколько зим. Полностью сохраняю все свои побеги. Еще одна роза сорта Амнезия. Она относится к группе чайно-гибридных роз, срезочных. Компактный куст. Высоту около метра. Ширину сантиметров 50. Жесткие прочные побеги. На каждой побеге большое количество цветов. Появляются обычно в соцветиях 3-5-7 розочек на одном побеге. Цветок в полном распуске. Около 10 см. Цветок крупный. Лепесток плотный. Стойкость отличная на прямом солнце. На жаре держится более 2 недель. Дождем сорт никак не портится. Роза медленно распускается. Имеется высокий бокальчик, характерный для срезочных чайно-гибридных роз. Основная особенность этой розы, это конечно же необычный цвет. В начале распуска, это больше коричнево-кофейные оттенки. Когда роза распускается, особенно по краям лепестков, можно наблюдать пепельно-сиреневый, даже небольшой розоватый оттенок. Роза красива на любых стадиях распуска. Роза довольно хорошо зимует в третьей климатической зоне под общим укрытием, сохраняя все свои побеги. Она перезимовала уже у меня в несколько зим. Очень красивый сорт. Всегда привлекает в себе массу внимания. Еще одна розочка, это Лавендер Пинокки. Она относится к группе Флорибунда, США, 1948 год. Необычно удивительная роза. Это посадка осень. Перезимовала довольно хорошо нашу зиму. Сохранила все свои побеги. Это первое летоцветение. Окраска очень необычная, очень эффектная. Розы меняют постоянно свой цвет. Одновременно можно видеть и лавандовый оттенок, и такой немножечко дымчато-сливовый. Та же выходящая немножечко в серые оттенки, сиреневые оттенки. Есть теплые сиренево-кофейные оттенки и также холодные. У меня куст пока небольшой, высоту около 60 см. Но это пока лишь первый год, а так это довольно сильно рослые кусты. Около метра в высоту. Розы появляются обычно в кистях. 5-7 штучек на каждом побеге. Распускаются они поочередно. Роза свечет длительный период времени. Роза махровая, показывает серединку. Цветок в полном распуске, около 8 см. Роза в этом году у меня ничем не болела. Еще одна роза, это Distant Drums. Относится к группе Шрабы, тоже американская селекция. У меня тоже роза первогодка, посадка, весна. Это первый лет от цветения. Цветок крупный в полном распуске, 10 см. Цветок махровый, может показывать серединку. Цвет необычный. Присутствуют и кофейные, и сиреневые, и пурпурные оттенки, и также розовые оттенки. Роза очень изменчива, цвет изменяется практически постоянно. Также в полном распуске можно увидеть небольшие персиковые оттенки и золотистые. Аромат розы присутствует. Он довольно приятный. Слышится издалека, особенно безветренную погоду. Также для первого года стойкость довольно хорошая. На прямом солнце около недели. Дождем сорт не портится. Основная особенность этого сорта, это роза с цветками не только необычной окраски, но и постоянно меняющейся. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok